Старец Захария. Зосима. Годы жизни. 1850-1936 года. В монашестве Зосима. Архимандрит Троица Сергиевой Лавры. Похоронен в Москве на немецком кладбище. В Печатниковом переулке на Трубной площади жила одна вдова Анна Петровна. Ее сестра по неосторожности упала и надломила себе череп. Пришлось вызвать карету скорой помощи. Голову забинтовали. Доктор сказал, что нужен полный покой, а если начнется рвота, то уже ничего не поделаешь. Умрет. Анна Петровна всю ночь ходила по комнате и взывала. Бог мой, помоги, батюшка, отец Зосима, помолись, отмоли, исцели сестру. У сестры началась рвота. Утром был сильный мороз. Старец как только проснулся, сейчас же попросил свою келейницу, грушатку, которая в этот день рано пришла. Она обслуживала хозяев старца. Нанять извозчика. Я сейчас поеду. Да что вы, батюшка, такой мороз. Да кто вас пустит-то? Но батюшка был неумолим. Когда они приехали в Печатников переулок, Анна Петровна, измученная, бледная, открыла дверь. Батюшка, да я вас не ждала. Как это вы в такой мороз приехали? Как рада-то. Не ждала, зато всю ночь не давала покоя. Покажи мне скорее свою больную-то. Подойдя к умирающей, он возложил ей руку на голову и долго молился. После этого, через некоторое время, больная с забинтованной головой пила с ними чай и вскоре вышла на работу. Одна женщина, очень любившая свою приятельницу, узнав, что она безнадежно больна и что ей назначена ампутация, пришла к старцу, стукнула кулаком по столу и сказала «Вымоли мне ее, чтобы она и с ногой осталась, и в больницу не попала». Старец не рассердился на ее горячность и сказал «Да будет тебе, по твоей вере». Когда она через некоторое время навестила свою приятельницу, то была поражена, узнав, что та и в больницу не попала, и нога ее совершенно исцелилась, к удивлению лечивших ее врачей. Однажды батюшка служил молебен в церкви. Все подходили и прикладывались к кресту. Одна женщина насмешливо оглядела и не подходила. Батюшка подошел к ней и спросил «Почему ты не приложишься к кресту?» Она ответила ему бранными словами, ругая его как священника и понося все святое. Батюшка спокойно стоял и слушал. Когда ей больше нечего было говорить, тогда старец спросил «Ты кончила?» «Ну, теперь я тебе скажу. Что ты нас ругаешь? Я тебя не сужу. Что, несмотря на то, что девушка, имеешь дитя, я тебя тоже не сужу. Но как смела ты не крестить его, когда сама крещеная?» Она сделалась вся бледная и прошептала «Откуда это вы все знаете?» Не ответив на это ничего, батюшка сказал «Мне жаль тебя, ты погибаешь». Повернул ее за плечи и сказал «Вон!» Она зашаталась и медленно-медленно вышла. Это так на нее подействовало, что она пришла к покаянию. Я узнала, что батюшка тяжело заболел, мне было его очень жаль, и я решила пойти к нему и помолиться за него. Причем пришла мне в голову мысль, что если я возьму Акафист святителю Николаю Чудотворцу и еще одну мною очень любимую молитву спасителю, и все это прочту вслух старцу, то он исцелится. Положила я в карман и молитву, и Акафист, и пошла. Когда я пришла к старцу, весь мой пыл пропал. Я боялась признаться в своем намерении. Подошла к старцу, взяла благословение и скромно села на стол. Старец сразу же спросил меня «А что у тебя в кармане?» «Вынь, да прочти мне вслух перед иконами». «Это Акафист святого Николая». «Ну вот встань на колени и прочти». По прочтению Акафиста старец сказал «Но еще что там у тебя в кармане? Читай, молись за меня». Я вынула молитву спасителю и прочитала ее. «Ну хорошо, а теперь вот видишь, я и здоров по вере твоей, давай пить чай вместе». Бодро встал с постели и разговаривал со мной, как будто он и не был в таком состоянии тяжелейшем. Много чудес я видела от старца, вот некоторые из них. К великому празднику Пасхи я так обеднела, что положительно ни одной копейки не осталось у меня, а хотелось принять священника и заплатить хоть немного, а нечем. «Только бы три рубля достать мне, обошлось бы как-нибудь. Никто не мог дать мне в долг». Пошла я с горем к моим старцам, но не схватила у меня духу сказать ему о своем бедствии. Батюшка не раз спрашивал меня «Ну что?». Я отвечала «Ничего». И с тем ушла от него, но на душе у меня стало гораздо легче. «Когда я вернулась домой, мне сказали, приходила к вам такая-то женщина с совершенно закрытым лицом и велела передать вам пакет. Мы спросили ее, от кого, она сказала, это вас не касается. Открыла пакет, в нем оказалось три рубля и совершенно новая шелковая кофточка. За молитвы батюшки Господь послал мне утешение и желание мое иметь три рубля исполнилось. Да и шелковая кофточка оказалась мне в пору. Источник «Православные чудеса в 20 веке».